И снова в нашем городе кипели баскетбольные баталии. Состоялось сразу два первенства Краснодарского края среди команд юношей и девушек 2007 года рождения и младше. Эти престижные соревнования вызвали большой интерес у кубанских любителей спорта. Мастера оранжевого мяча из многих городов и районов края приняли участие в кубанском баскетбольном первенстве. Для баскетболистов эти соревнования предоставили отличную возможность проявить себя с лучшей стороны, оценить достигнутый на сегодня уровень и получить положительные эмоции. У юношей боролись за победу 12 команд, у девушек 8. Состязания для всех спортсменов и болельщиков стали настоящим спортивным праздником, подарившим незабываемые эмоции. В финал вышли сильнейшие. Команде из краевого центра противостояли юные баскетболисты Абинского района. На счету этой команды много спортивных побед в самых разных турнирах и Абинские ребята были настроены только на золото. С первых минут матча они постарались навязать краснодарцам свою игру, упорно защищались, стремительно атаковали, набирая важные очки. Вскоре они добились разрыва в счете более чем в 10 очков и дальше только наращивали свое преимущество. В итоге встреча завершилась со счетом 89-59. Абинская команда уверенно выиграла золотые медали первенства. Благодаря нашему тренеру мы добились таких побед и нас тренер постоянно заряжал, говорил то, что играйте как команда и мы старались играть ради всех. А если ты будешь стынуть идеал на себя, мы никуда не пройдем. Соответственно, надо играть в пас, искать открытые броски и забивать, реализовывать моменты, когда, может быть, получится что-то. Тренер команды довольна тем, как показали себя ее воспитанники на ответственных соревнованиях. Они играли увлеченно и сумели добиться всего намеченного. Замечательная победа, да. День закончился. Он закончился в нашу пользу. Мы давно к этому шли, давно готовились и уже не первый год чемпионы края. Здесь задача удержать это место, как обычно это бывает. А это самое сложное. Выиграть это еще надо постараться. Поэтому пацаны молодцы. Я в восторге, что они не выключились из игры. Навязали свою игру и у них это получилось. Они услышали меня. Я сделала то, что считаю нужным для них в первую очередь. Ну и поздравляю их в первую очередь. Это также их заслуга. Светлана Сальникова настраивает ребят на серьезную игру с каждым соперником. Считая, что расслабляться не стоит. Недооценивать соперника нельзя. Я им постоянно это говорю. Поэтому выключаться с игры ни в коем случае. Любая команда, она как бы хочет нас обыграть. Это понятно всем. Вот этого нельзя допустить. Поэтому работы много. Моральная работа, физическая работа, психологическая. Ну и кроме тренировок, техники, это все понятно. Спортивный директор Федерации баскетбола Краснодарского края Сергей Пташный отметил, что первенство прошло в Славянске-на-Кубани на высоком организационном уровне. Два первенства одновременно проходило. Спасибо, что есть условия. Тут два зала. У нас участвовало 12 юношеских команд, 8 женских. В общем-то, без каких-либо нареканий все прошло. Еще раз выражаю благодарность всем, кто к этому причастен. Работникам спортивных комплексов, начальнику управления спорта. Чтобы за такой прием одновременно столько команд, это, конечно, дорогого стоит. Серебряные награды среди команд 2007 года рождения и младше достались краснодарским, а бронзовые – анапским баскетболистам. Среди девушек победителями краевого первенства стала команда из Анапы. На втором месте – туапсинские баскетболистки. На третьем – команда Кавказского района. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События».